Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами гуляем по Абхазии. Поездка в Абхазию случилась в моей жизни в 2016 году. И тогда основным ориентиром было только море. Кто-то из знакомых сказал надо ехать в Гагру. Ну в Гагру значит в Гагру. Именно так в единственном числе называют свой город местные жители. Вряд ли я могла тогда представить, что именно эта поездка станет для меня такой важный и интересный в плане посещения различных святынь и уникальных мест. Но именно это и произошло. Лететь туда самолетом казалось мне сущим расточительством, поэтому два дня в поезде и вот я на месте. Первое, что бросится в глаза путешественнику еще до пересечения границы, это невероятное изобилие разноцветной растительности. Яркой, красочной, буйноцветущей. Алеандры реликтовые кустарники всех возможных цветов. Магнолии распространяют свой сладко-приторный аромат по улицам. Смотришь на все это и даже непонятно, где заканчивается чей-то частный двор и начинается просто городской квартал. Потому что растительность уютных маленьких садиков такая же яркая и разнообразная, как и на центральных городских улицах. Размер этого цветка магнолии, например, примерно две моих ладони. Очень скоро начинаешь понимать, что это не только красиво, но и вкусно. Мушмула, инжир, гранат, фихоа, мандарины, финики, бананы, алыча. Все это цветет и прямо на твоих глазах постепенно превращается в сочные плоды, которые зачастую можно рвать прямо с ветки и есть. Алычу, кстати, выращивают для переработки в знаменитый соус ткемале, хотя в Абхазии для него есть свое название – асадзбал. Виноград по умолчанию растет тоже практически в каждом дворе. Там, где его много, прямо у дома уже продается домашнее вино. Плодовые деревья точно также растут и в садах вдоль центральных улиц. Это мучмула, которая практически не хранится после того, как ее сняли с дерева. Инжир еще зреет, его время чуть позже, а вот гранаты фейхоа в июне как раз в цвету. Увидеть, как цветут мандариновые и апельсиновые для деревья не получится, это исключительно зимнее удовольствие. Зато в начале лета очень много алычи. А вот у этого чуда каждый день открывается по паре новых лепестков. Сначала я думала, что это какой-то неведомый плод, пока неведомого мне дерева, но это оказались гигантские цветы. Они долго казались мне какими-то древними реликтовыми, пока я не увидела рядом с цветами бананы, которые преспокойно росли во дворе соседнего с нашим домом. Вы думаете, что алоэ, которое ютится на бабушкином подоконнике, это столетник? Нет, ребята, вот это действительно столетник, по крайней мере, судя по его внушительным размерам. А это привет прямо из моего детства, акация линкаранская. Каждый ее цветок состоит из большого количества тончайших ниточек, ворсинок, словно ресницы или хохолок какой-нибудь диковинной птицы, с плавным переходом от белого до нежно-розового цвета. И, конечно же, на каждом шагу вас встречают пальмы. Как самые обычные тополя где-нибудь в российской средней полосе, они привычно стоят вдоль автомобильных заасфальтированных дорог, украшают входы в магазины и торговые зоны. И, да, они растут практически в каждом дворе, почти возле каждого дома и в каждом саду. В том числе и в саду того дома, где я остановилась на отдых. Вот это, например, финиковая пальма. И эти маленькие горошинки на ее листах очень скоро превратятся во вкуснейшие финики. Не смогла я пройти мимо своей любимицы пассифлоры. Когда-то я пыталась вырастить ее из семян на своем подоконнике, но пассифлора растение южное и ей на лето нужно хотя бы попасть в открытый грунт и туда, где много солнца. Однако чудеса наши садоводы все-таки делали и мудрялись даже дожидаться от нее плодов. Мне же удалось тогда только насладиться ароматом ее зеленых листьев. Сами цветы пахнут невероятно душистой и образуют целую живую изгородь, оплетая любую имеющуюся в их распоряжении опору. А вот о плодах пассифлоры, наверное, слышал каждый, хотя далеко не все их видели и пробовали. Мне, например, пока не доводилось и даже не имею представления, где их можно купить. Называются они маракуя или гренадила. Интересно, что в русской традиции у этого цветка совершенно другое название – страстоцвет. Люди ассоциировали этот цветок со спасителем, считая, что его корона символизирует терновый венец Христа, а его тычинки и пестик – орудие страсти Господа – крест. Рождение курорта Гагра состоялось в ресторане Гагрипша в 1903 году. Именно здесь принц Альденбургский, русский сенатор, генерал и верховный начальник санитарно-эвакуационной части торжественно отметил это событие. А что же было здесь раньше? А не было практически ничего. Да-да, с нашей современной точки зрения именно ничего – ни этих красивых пальм, ни плодовых садов, ни процветающего курорта. Когда-то процветающая греческая колония, а затем римская фактория к середине 19 века стала турецким форпостом, где основным занятием была работорговля. Местность была болотистой и процветала малярия и другие болезни. В разгар русско-турецких войн, когда эта территория была отвоевана Россией, принц обратил внимание на уникальность ее расположения. Она была буквально зажата между морем и горой, и именно эта особенность и отразилась в названии города и курорта Гагра. Он предложил Николаю II сделать здесь фешенебельный курорт для знати, чтобы они проводили здесь свое время вместо Ниццы и Канг. Золотишку лучше быть в казне, согласились единодушные царь и генерал, и последний смело взялся за дело. Самым важным при этом оказалось осушение местности. Для этого из Австралии было привезено огромное количество эвкалиптов, которые очень сильно вбирают в себя влагу, от корней до кончиков каждого листочка. Именно поэтому у них голые стволы. Кора деревьев намокает и отваливается под тяжестью впитанной воды. Одна из центральных улиц Гагр до сих пор выглядит как эвкалиптовая аллея. В некоторых же местах есть целые эвкалиптовые рощи. Если подойти к ним поближе, то можно уловить густой аромат эвкалипта, разлитый в воздухе. А если присмотреться, то увидеть среди обычных эвкалиптов несколько радужных. Слой под корой у них имеет разноцветные полосы, нежно-лиловые, оранжевые и бледно-изумрудные. Помимо эвкалиптов, для искоренения болезней, вызванных повышенной влажностью, в море была разведена рыбка гамбузия, которая поедает личинки малярийных комаров. А для курортного духа, интереса и разнообразия была завезена в изобилии экзотическая растительность, которой раньше никогда здесь не было. Пальмы. Да, вот именно эти самые пальмы. Из Южной Америки, Китая, из Мальдивских островов. А также были завезены кипарисы и бамбук. Бамбук сейчас находится в центральном парке Гагар, где собраны образцы различных экзотических растений. Говорят, что в этом парке есть даже пара берез. Но вот им там, в отличие от остальной растительности, которая прекрасно прижилась в тропическом жарком климате, приходится не сладко. Стоят, прижавшись к земле, скрюченные, совсем грустные. Видимо, для всего хорошо свое место. Но в остальном, эксперимент принца Альденбургского удался. Туристы начали активно посещать Гагру.